Первое правило, довольно забавно, распрямись и расправь плечи. Это, кстати, одна из привычек омаров. Я читал много статей об омарах и узнал, что выпрямленная поза у омаров способствует выработке серотонина. И я подумал, боже, как интересно. То есть вот они согнуты и вот уже распрямились. Невероятно интересно. Ведь люди в депрессии всегда сгорблены. И я подумал, есть ли здесь связь. И я стал взахлеб читать статьи об омарах и их нейрохимии. В нейрохимии омаров разобраться несложно, потому что у них довольно простая нервная система. А если ты хочешь разобраться в сложной нервной системе, для начала разберись в простой и затем уже двигайся по возрастающей. И оказалось, что серотонин управляет эмоциональным состоянием и зависит от позы у омаров точно так же, как и у человека. Это меня просто поразило. И в первой главе как раз рассказывается о том, что если омар проиграл в схватке за доминирование, то ему можно дать антидепрессанты, и он вновь будет готов сражаться. Это настолько изумительно, потому что если представить, что вы стали омаром, их лидером или аутсайдером, у них очень развита социальная иерархия. И вы можете оказаться номером один, самым главным омаром, или номером десять, изгоем. Если вы изгой, ваш уровень серотонина будет очень низким, а октопамина очень высоким. Люди, кстати, октопамин не вырабатывают. А если вы лидер, вожак, то у вас будет очень высокий уровень серотонина и низкий уровень октопамина. И можно менять положение конкретного омаровой иерархии посредством изменения его уровня серотонина. Мне показалось это очень интересным, потому что оказалось, что счетчику, который отслеживает наш статус, а таковой есть у каждого из нас, уже 350 миллионов лет, а значит и идея иерархии, иерархии доминирования, физического доминирования в случае омаров, сама эта идея иерархии существует, по крайней мере, 350 миллионов лет. Я прочел это и подумал. Идея того, что человеческая иерархия – это соцкультурная конструкция, ошибочна. И не просто ошибочна, а катастрофически ошибочна. Иерархии существуют в мире уже треть миллиарда лет. И у нас есть нейрохимическая система, которая регулирует наше понимание этой иерархии. И вот что еще интересно, и вот почему для людей так важна их репутация. Дело в том, что от места, которое определяет для вас счетчик, отслеживающий ваш статус, зависит уровень негативных или позитивных эмоций, которые вы ощущаете. Эта идея также меня поразила. По двум причинам. Во-первых, она объясняет, почему людям так сложно переживать унижение. Поскольку это не просто расстраивает их в конкретный момент, а в принципе изменяет то, как вся их система реагирует на мир. Теперь они будут испытывать больше негативных эмоций и меньше позитивных. И это крайне тяжело. И вот что еще важно отметить. Существует неразрывная связь между вашей системой убеждений и вашей позицией в иерархии. В этом непросто разобраться, но она того стоит. Скажем, как профессор, я обладаю некоторым статусом, и таким образом мне было предоставлено право занимать определенное место в социальной иерархии. Теперь вопрос. По какому праву я занимаю эту позицию? Гипотетический ответ таков. Я достаточно знаю, поэтому по праву могу занимать это место. И если сейчас вы встанете и начнете подвергать сомнению мои убеждения и докажете мне, что я неправ, я, наверное, расстроюсь, но расстроюсь я именно потому, что вы покажете всем присутствующим, что мое положение в данной иерархии необоснованно и несправедливо. И сделав это, вы понизите мой статус и вызовете изменения в нейрохимии моего тела, отвечающей за мои эмоции. Мы хотим преподносить себя миру в форме, которая не будет нас бесчестить, позорить. Мы не хотим испытывать позорами, но потому что последствием этого станет нарушение эмоциональной регуляции. Больше боли, меньше положительных эмоций. А лучший способ преподнести себя – распрямиться, стать прямо, расправив плечи, вытянуться и занять больше пространства. Да, в какой-то степени так вы становитесь уязвимее, потому что больше открываетесь. Но это признак уверенности, и так люди меньше будут подвергать вас сомнению. Плюс это положительно скажется на вашем настроении. И это не только улучшит ваше настроение, хотя прямая осанка непосредственно связана с выработкой серотонины и эмоциональной регуляцией. Но если вы стоите прямо, таким образом преподносите себя миру, то люди с большей вероятностью отнесутся к вам серьезно и начнут относиться к вам как к Амару под номером один, а не номер десять. Так вы будете меньше подвергаться осуждению и сомнениям, и будете коммуницировать с миром гораздо смелее. И это, кстати, отличный способ понять, как презентовать себя в разного рода иерархиях. Потому что одно из главных правил того, как стать успешным, на практике сводится к тому, чтобы сталкиваться с тем, что тебя пугает, смело и открыто. И это одна из универсальных стратегий успеха. Хочешь быть успешным? Занимайся жизнью, а не только бизнесом. Привет, я Эван Кармайкл, и этот канал был создан, чтобы помочь вам преодолеть препятствия в вашей жизни номер один. Недостаток веры в себя. Вы смотрите эти видео, потому что знаете, внутри вас есть нечто большее, талант уровня Майкла Джордана. И сегодня мы будем учиться у Джордана Питерсона и узнаем 12 правил, которые изменят вашу жизнь. Наслаждайтесь. Правило номер два. Обращайся с собой как с тем, кому ты должен помогать. Относись к себе как к человеку, которому ты должен помогать. Тут все довольно прозрачно. Да, тут я описал свои наблюдения, почему люди не относятся к себе хорошо. Дело в том, что люди могут себя осознавать, и мы знаем о своих ограничениях, знаем о своих слабостях. И мы относимся пренебрежительно к человечеству в целом, потому что все мы слишком слабы и порочны. Но себя мы знаем лучше, чем кого-либо еще. И если вы не нарцисс, хотя и таких достаточно, то вы прекрасно понимаете, насколько вы не дотягиваете по всем направлениям своей жизни. И это естественным образом ведет к презрительному отношению к самому себе. Я уже не раз говорил, что люди чаще готовы заниматься здоровьем своих домашних питомцев, чем своим собственным. И так есть на самом деле. Даже в Штатах? Ведь мы тут повернуты на лекарствах. Да, даже в Штатах. Люди обращаются к врачу за рецептом, но таблетки не пьют. Это похоже на золотое правило морали. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к себе, но в обратном значении. Представь того, как ты любишь и к кому хорошо относишься, и начни относиться к себе так же. Немного отстранись от самого себя и подумай, я такой же человек, как и все остальные, и я заслуживаю уважения в равной степени с другими. И я должен время от времени себе помогать, вместо того, чтобы презирать и разрушать себя. Я должен заботиться о себе, как о потенциально ценной личности, и основать свою жизнь на этом. Вот о чем эта глава. Людям тяжело это дается. Они не заботятся о себе в достаточной степени, но я говорю не в рамках морализаторства, ты должен о себе заботиться. Я хочу побудить людей перестать относиться к себе с осуждением и начать относиться к себе как к заведомо ценной личности. Правило номер три – дружи с теми, кто желает тебе лучшего. Следующее правило – дружи с людьми, которые желают тебе лучшего. Это размышление о моем собственном детстве и юности. Я дружил с теми, кто желал мне лучшего, и с теми, кто нет. С теми, кто тянул меня вверх, и с теми, кто тянул вниз. Если вы стремитесь вверх, и какие-то ваши друзья тянут вас вниз, значит, их не очень радует ваше стремление. Они хотели бы прыгнуть выше вас гипотетически, или буквально. Сломать ваши планы. Предложить вам сигарету, зная, что вы хотите бросить или бросили. Предложить выпить, зная о ваших проблемах с алкоголем. Они циничны и извительны, и зарубают на корню ваши благие порывы. Часто это члены семьи, да и даже вы сами. И эта глава своеобразный наказ. Судебное предписание. Ответственно относиться к самому себе и окружать себя теми, кто имеет храбрость, силу и мудрость. Желать вам лучшего в ваших благих порывах и останавливать вас, когда вы совершаете что-то разрушительное. А если ваши друзья ведут себя иначе, значит, они вам не друзья. И поддержание такой дружбы может даже быть не в их интересах. Да, это может быть не очень понятно и расплывчато, ведь я не говорю, если кто-то попал в беду, нужно столкнуть его в ров и запинать ногами. Кстати, есть пара правил, которые я не стал выносить отдельно. Будь внимателен, с кем ты делишься хорошими новостями, и будь внимателен, с кем ты делишься плохими новостями. Эти правила люди запоминают быстро. Вот вы пришли к другу и делитесь хорошими новостями. Представляешь, со мной произошла такая чудесная вещь. И он отвечает, я так рад за тебя, здорово. Он не говорит, черт, почему это не произошло со мной. Ты этого даже не заслужил. Ты тупый, вот почему ничего у тебя не выйдет. Конечно, такое никому не поможет. Когда люди пытаются вас опустить, они также хотят посмотреть, смиритесь вы с этим или нет. Они допускают, что жизнь не имеет смысла, что все предопределено. И если они смогут растоптать что-то чистое и хорошее, то докажут сами себе, что нет никакого идеала, и нет необходимости расти и стремиться к большему. И вы для них, как подопытный кролик, они обращаются с вами как с Амаром, аутсайдером, и смотрят на вашу реакцию. И если вы смиряетесь, отлично, мой цинизм оправдан. Правило номер четыре, сравнивай себя с собой вчерашним. Сравнивай себя с собой вчерашним, а не с кем-то другим сегодняшним. Да, мы должны совершенствоваться. Но мы часто думаем, черт, мне еще расти и расти. У меня еще столько недостатков, а только взгляните на этого парня, теперь мне еще хуже, ведь я не выдерживаю с ним никакого сравнения. Во-первых, это несправедливо, особенно в возрасте 30. Когда тебе 17, ты такой же, как все 17-летние. Но к 30 твоя жизнь становится слишком уникальна. Ты проживаешь ее в нескольких измерениях. Семья, друзья, личные отношения, здоровье. И ты занимаешь ту или иную позицию в этих сферах. Твоя жизнь становится слишком не похожа на жизни других. И вот ты видишь, что кто-то в чем-то лучше тебя. Но ты видишь лишь проявление одного измерения в тонком временном срезе. Это просто неразумно. Ведь ты не видишь всю картину. И вот ты падаешь духом, начинаешь критиковать себя, тебе становится горько и обидно, и ты уже вообще не видишь в жизни ничего хорошего. Но развиваться-то тебе надо, и тебе есть куда расти. Так что же нужно сравнивать? Все просто. Вот моя позиция в данной точке времени и пространства. Вот мои недостатки и достоинства. И завтра я смогу стать чуть лучше в том или ином аспекте. Вот что нужно сравнивать. Потому что вы максимально приближены к себе. Понимаете, о чем я? Вы такой же, как вы. Так что это самое разумное сопоставление. И самые достоверные траектории. Да, я несовершенен. Но сегодня я уже не столь ужасен, как вчера. И за пять лет вы пройдете невероятный путь и окажетесь там, где и должны быть вы. На своем месте, а не чьем-то еще. Вы просто не видите проблем в чужих жизнях. Вы можете думать, он богат и успешен. Да, но вы не знаете, какие у него отношения с женой и детьми. Не знаете, чего стоили ему два развода, что его дочь с ним не общается, а его сын шизофреник. Почти у каждого человека в жизни есть такая своя трагедия. А вы думаете, что с радостью поменялись бы с ним жизнями. Конечно, у кого-то жизнь действительно слишком трудна. Слишком. Но я сейчас не об этом. А о том, что ты должен становиться лучше самого себя, но не потому, что ты хуже других, а потому, что ты еще не раскрыл своего потенциала. Так что знай, с кем себя сравнивать. Это, кстати, очень вдохновляет. Потому что, без сомнения, завтра ты можешь стать чуть лучше себя сегодняшнего. А согласно принципу Паретто, траектория движения вверх возрастает по экспоненте. То есть вы можете довольно быстро выбраться с самого дна. Так что здесь есть только плюсы. Одни плюсы. Правило номер пять. Не позволяй детям делать то, за что ты станешь их меньше любить. Не позволяйте своим детям делать то, что может вызвать у тебя к ним неприязнь. Думаю, для многих это неоднозначное правило. Многие подумают, у меня не может быть неприязнь к собственным детям. Серьезно? Да, да, верю, верю. Но есть здесь и еще кое-что пугающее. Потому что, как клинический психолог, я повидал немало фрейдистских кошмаров. Таких семей. Представьте себе семейный круг, в котором все члены семьи стоят друг за другом и непрерывно дышат впереди стоящего вот уже 20 лет. И это семья. Если вы таких не встречали, значит, вы просто были не очень внимательны. Потому что с большой долей вероятности вы сами член такой семьи. Так что сама идея того, что родители не могут не любить своих детей, это что-то настолько наивное, что даже не знаю, с чего вам начать терапию. Я не могу не любить своего ребенка. Обычно у таких родителей вырастают самые настоящие монстры. К моменту, когда у меня появились дети, я уже насмотрелся и наслушался всякого. И понимал, что значит быть плохим, ужасным человеком. Я хорошо знал об отцах-тиранах и гиперопекающих матерях. Наоборот, бывает реже. Но тоже бывает. Знал об ужасных патологиях и семейных драмах, о которых Фрейд много писал в начале 20 века. Я видел все это своими глазами. Злость, ужас, жестокость. Видел, как родители наказывают своих детей. Почитайте Ницше, если хотите узнать, что такое настоящее наказание. На самом деле, не нужно при наказании применять наибольшую силу. Потому что это станет для человека облегчением. Это тема преступления и наказания Достоевского. Убийца бежит. Но когда его все-таки ловят, это приносит ему облегчение. Если действительно хотите кого-то наказать, дождитесь, пока он сделает что-то хорошее. И вот тогда наказывайте. Это максимализирует боль и снизит вероятность того, что он когда-либо захочет делать что-то хорошее. Но если вы хотите поддерживать с кем-то хорошее отношение, никогда так не делайте. Если вы заметите, что человек сделал то, что вам понравилось, обязательно скажите ему, как вы цените то, что это произошло, и надеетесь, что это повторится. Если можно было бы подчеркнуть лишь один полезный факт из этой лекции, вот это по-настоящему полезно. Наблюдайте, и если заметите, что человек сделал то, что следует делать чаще, скажите, «Я заметил, что ты это сделал, что ты постарался. Я очень ценю это». Так держать. Если вы кого-то любите, не забывайте об этом. Это очень вдохновляет. Но, возвращаясь к детям. К моменту появления детей, я сам уже являлся порядочным монстром. Мои дети совсем маленькие. Им год, два года, а я черт знает, что такое. Плюс разница в силе колоссальна. И мне не стоит допускать, чтобы дети делали то, что может по-настоящему меня разозлить. Как-то в Бостоне я прочел ужасную историю о женщине, которая сунула руки своей двухлетней дочери в кипящую воду. Вы думаете, «Да как такое вообще могло произойти?» Возможно, она была пьяна. Или только что потеряла работу и находилась в отчаянии. Возможно, она не имела понятия о стратегиях воспитания. Возможно, у нее не было никого, кто мог бы ей помочь. Она испытывала раздражение, злость и обиду, и ее ребенок набезобразничал в самый неподходящий момент. Думаю, вы много времени проводите с детьми, и наверняка не хотите, чтобы ваш ребенок нахулиганил в самый неподходящий момент. Потому что одному Богу известно, что тогда может случиться. Я этого точно не хотел, потому что знал, насколько легко родители могут возненавидеть своих детей, даже если и говорят, что всегда их, безусловно, любят. На практике такая любовь – редкость. Мы все испытываем симпатию к детям, особенно своим. Это уже замечательно. Но вы же не хотите превратить их в своих врагов, подвергнуть их ситуациям, в результате которых вы будете озлоблены на них. Если они будут делать что-то, что будет вызывать вашу к ним неприязнь, то, возможно, это также будет вызывать гораздо большую неприязнь к ним чужих людей. Оцените степень своей раздражительности. Когда моим детям было 3-4 года, я им говорил, «Знаешь, я сейчас не в настроении, так что лучше иди, поиграй в свою комнату. Я тебя люблю, ты замечательный, но пока убирайся отсюда, по-добру, по-здорову». И их это не обижало. Мы приучили их, и когда было надо, они просто шли играть в свою комнату. Все дети должны быть приучены иногда играть одни. А вы должны понимать, что за монстр сидит в вас, если хотите быть хорошим родителем. Нет, я не монстр. Монстр, да еще какой. Просто неосознанный, а это хуже всего. За этой главой стоит основополагающая идея, которая поддерживается литературой на эту тему. И она такова. Ваша основная работа – быть с родителем, особенно с ребенком до 4-х лет. И ваша задача – сделать из него человека, социально-адаптивного. Если вашему ребенку 4 года, и дети хотят с ним играть, вы с задачей справляетесь. Если вам нужен конкретный маркер того, насколько вы успешный родитель, то это именно он. Да, какие-то дети легче находят общий язык с другими. Какие-то тяжелее. Так что я не говорю, что абсолютно каждый родитель, чей ребенок непопулярен к 4-м годам, провалил свою миссию. Я говорю лишь, что если хотите себя проверить, то обратите внимание на то, хотят ли другие дети играть с вашим ребенком. Что вы делаете как родитель? Вы открываете перед ребенком целый мир. И если он умеет играть, а это очень глубокий навык, и он начинает прививаться, пожалуй, уже с грудного вскармливания. И уж точно, когда ребенок учится ходить, когда он падает, встает, кувыркается и так далее. Это очень важное знание. Они учатся этому. Подобно дрессированной собаке. Когда вы встречаете собаку, делаете так, она отвечает вам тем же. И вы думаете, какая умная. Вы можете к ней наклониться, и она вас не укусит, потому что умеет играть. И с ребенком все то же самое. Если вы возьмете социализированного ребенка и сделаете так, он тут же улыбнется и начнет играть. Очень важно это уметь. Тогда другие дети будут его любить и принимать в свою игру. А если дети принимают ребенка в игру, то он растет. Он развивается. Но дети, которые не могут сдружиться с другими в четырехлетнем возрасте, и исследования на эту тему весьма однозначны. Если в четыре года ребенок является изгоем, то шансы как-то исправить это в дальнейшем фактически равны нулю. Что бы вы ни делали. Ненавижу быть таким категоричным, но я читал много исследований, и в них утверждается именно это. Другой момент. Если вы не позволяете своим детям вести себя отталкивающе, то и взрослые будут их любить. Потому что взрослые любят детей. Почему еще мне нравилось быть отцом малышей? В Монреале мы жили в довольно бедном районе, и вокруг было полно суровых парней. Но когда мы гуляли с нашей дочкой в коляске, то эти суровые парни, одному Богу известно, что переключалось в их голове. Но они начинали улыбаться, строить смешные рожицы, смеяться. Уверяю вас, дети пробуждают лучшее в людях. Даже в самых мрачных из них ты замечаешь светлые стороны, которые обычно сокрыты от окружающих. Если вы по-настоящему хорошо относитесь к своим детям, то вы сможете помочь им сохранить эту невероятную привлекательность и в более старшем возрасте, научить их правильно реагировать на окружающих. Учите детей. Принимайте. Хвалите. Искренне им улыбайтесь, вместо того, чтобы думать, да что ж такое. Опять эта парочка с их чертовым сопляком. Это самое ужасное для ребенка. Потому что тогда все благие проявления будут казаться ему фальшивыми. Нет ничего хуже для человека, чем погрузить его в мир, где вся проявляемая к нему доброта фальшива и неискренна. Правило номер шесть, прежде чем критиковать мир, наведите полный порядок у себя дома. Правило номер шесть, прежде чем критиковать мир, наведи порядок у себя дома. Это важнейшее правило. Я о нем узнал только вчера и глубоко не анализировал. А оно важнейшее. Есть много вещей, которые можно подвергать критике. Много трагедий, много зла, и ты можешь на это сетовать. Но если ты сетуешь, критикуешь, проецируешь такое антижизненное отношение, то ты двигаешься в направлении, зная о котором заранее, ты бы вряд ли туда последовал. Это путь учеников, устроивших стрельбу в школе Колумбайн. Если бы вы почитали их сочинения, этих старшеклассников, у вас бы волосы встали дыбом. Один из них писал такое, я даже поверить не могу, что люди могут такое писать. А я немало повидал на своем веку. Это просто невозможно понять. Это ужасающе. Ужасающе. И именно в этой точке ты заканчиваешь, если позволяешь злости разъедать тебя. Да, мир жесток. Но нужно ли критиковать его, пока ты не привел в порядок самого себя? Ты должен разобраться со всеми своими проблемами, прежде чем у тебя появится право критиковать само существование. А именно это делают организаторы массовых убийств. Они говорят, я оцениваю внешний мир. Я не люблю людей. Они полны недостатков. Они ужасны. Они рак на теле планеты. Лучше, чтобы их вообще не было. Мне не нравится само существование. Оно полно страданий и злобы. Я судья. И я выполняю свою миссию. Я их уничтожу. Более того, я начну с невиновных. Именно это характерно для массовых убийц. Они не убивают виновных. Это слишком очевидно. Они убивают невиновных. Это лучший протест. Поэтому парень устроил стрельбу в начальной школе в Коннектикуте. Зачем убивать детей? Подумайте. Я не хочу об этом думать. Конечно, не хочешь. Но лучше подумай. Потому что именно к этому ты движешься. Если выбираешь подход критиканства. Не погружайся в это. Если не хочешь, закончите именно так. Что делать вместо этого? Перестань совершать тупые поступки. Перестань лгать. Перестань ухудшать ситуацию. Перестань ослаблять себя. Все это делают. И я не говорю, следуйте этим правилам. Но я говорю, что у вас всегда есть выбор. Иногда ты не знаешь, что делать. Иногда ты ошибаешься по своему невежеству, незнанию. Но это невежество. А злоба – это когда ты знаешь, чего не должен делать, и все равно это делаешь. И люди поступают так постоянно. Это высокомерие, надменность, мне все сойдет с рук. Это обман, потому что ты лжешь самому себе о том, что можно и нельзя делать. Потому что ты знаешь, что нельзя. И это обида, потому что ты говоришь, да, я сделаю этот плохой поступок, потому что это научит людей. Научит Бога относиться ко мне иначе. Это ужасная троица. Обман, надменность и обида. Исключите их из жизни. Правило номер семь – стремись к тому, что наполнено смыслом, а не к тому, что выгодно. Правило номер семь – чуть меня не убило. У меня были большие проблемы со здоровьем в прошлом году. И так совпало, что именно в один из таких периодов я переписывал седьмое правило. Это заняло месяц. Это была самая трудная для меня глава. И я погружался все глубже и глубже. Называется она «Стремись к тому, что наполнено смыслом, а не к тому, что выгодно». Расскажу вам о ней совсем немного. Но с ней я понял то, чего не мог понять десятилетиями. Есть идея, глубокая христианская идея, что Мессия взял на себя грехи человеческие. Это одна из характеристик Христа. Христос умер за наши грехи. Но что же именно это значит? Кто-то скажет, что вы просто должны поверить, что это произошло, и вы спасены. Но такой взгляд пока ставим в стороне. Но здесь также есть психологическая идея. Она никуда не ушла, она с нами уже не одно тысячелетие. Психологический контекст существует независимо от метафизического, каким бы тот ни был. И я много об этом размышлял. Что же все-таки могло бы это означать? И я понял, что Юнг, Карл Юнг, знал об этом. Это связано с его идеей тени. Как-то у меня была клиентка. Ее родители – это, конечно, нечто. Ее родители внушили ей, клянусь, что это правда, внушили ей, что взрослые – это ангелы. Буквально ангелы. Когда она пришла ко мне, ей было 30, и у нее было множество странных симптомов, которых я никогда не наблюдал ранее. Психосоматических. По ночам у нее бывали якобы эпилептические припадки. Но при этом она все осознавала. Очень сложно было в этом разобраться, не буду углубляться. Но родители ей сказали, что взрослые – это ангелы. Ей 28, университет за плечами, и я спросил ее, «Но разве ты никогда не сомневалась, не изучала историю?» Она сказала, «Да, я читала обо всех ужасных вещах, которые творили люди, но я это не смешиваю, абстрагируюсь». И это был ключ, который помог мне разобраться, что с ней происходит, и помочь ей. Я дал ей две книги. «Ужас, который приходит ночью», «О сонном параличе и кошмарах», потому что думал, что именно это ее беспокоит. И еще одну книгу. «Обычный человек». Замечательная, хоть и очень мрачная книга о полицейском батальоне, направленном в Польшу во время Второй мировой войны в ходе вторжения туда нацистов. Он состоял из мужчин среднего возраста, неподвергаемых с малых лет нацистской пропаганде. Они были обычными людьми, такими же, как мы с вами. И они отправились в Польшу и стали творить ужасающие вещи. Их командир прямо им сказал, что если им будет сложно выполнять полицейские обязанности в военное время по этическим или психологическим причинам, то они могут вернуться к службе в Германии. Очень мало, кто этому последовал. Частично потому, что они не хотели оставлять своих товарищей, так скажем, и перекладывать на них всю грязную работу. Они были обычными полицейскими, а превратились в людей, которые могли вывести голую беременную женщину в поле и выстрелить ей в затылок. Это было заключительной частью их подготовки. Это очень познавательное чтение, потому что их обучали делать совершенно отвратительные вещи, тошнотворные в прямом смысле слова. Но они не уходили. Хотите знать почему? Прочтите книгу. И я сказал ей, прочти эту книгу и не абстрагируйся. Прочти это, как будто ты одна из этих полицаев. А так и нужно изучать историю. Читая нацистской Германии, вы думаете, я был бы как Шиндлер и спасал евреев. Нет, не спасали бы. Не спасали бы. Потому что люди этого не делали. И с высокой долей вероятности не делали бы вы. Подумайте об этом. Анна Франк, вы действительно были бы готовы подвергнуть риску свою семью, пряча несколько лет на чердаке другую семью, в то время как по улицам маршируют нацисты, и если вас вычислят, то умрете вы все. Готовы к такому? Маловероятно. И в этом нет ничего удивительного, это естественно. Только не нужно раздуваться фальшивым героизмом, не зная конкретных фактов. И я сказал ей прочесть ее и прочувствовать, что она полицейский. Важно это понять. Идея того, что спаситель берет на себя грехи человеческие, это и есть идея. Остановить нацизм можно, лишь осознав, что нацистом был ты. И ты решишь для себя больше никогда так не поступать. Но важно это понять, а люди этого не хотят. Понять то, что вы непросто, могли бы делать то же, что и нацистские лагерные охранники в Освенциме, но могли бы даже этим наслаждаться. А затем принять решение и никогда так не поступать. Правило номер восемь. Говори правду или по крайней мере не лги. Говори правду или по крайней мере не лги. Это тема того, о чем мы говорили ранее. Говорить правду сложно, потому что для начала нужно узнать правду. А это непросто. Но ты можешь понять, когда ты лжешь. Иногда ты просто не знаешь, потому что... Что мы вообще знаем? Но иногда ты знаешь, чувствуешь расхождение. И это часто заметно по застенчивым людям. Они могут говорить что-то грандиозное, но звучит это очень плоско, так что все чувствуют себя несколько неловко. В том числе и они сами. Если бы они обратили внимание, то заметили бы, что это для них неестественно и это их ослабляет. И не стали бы этого говорить. Вот почему важно не лгать. Потому что ложь вас ослабляет и вы это чувствуете. Это антитеза смысла, потому что смысл связан с правдой. А если вы лжете, вы находитесь по другую сторону смысла, на стороне обмана и это вас ослабляет. Вы думаете, ну, солгуй, ничего мне не будет. Будет. Вы не сможете избежать деформации структуры своей сущности. Правило номер 9. Допустите, что другие знают то, чего не знаете вы. Глава 9. Допустите, что человек, которого вы слушаете, может знать то, чего не знаете вы. Это глава о разговорах и разных его формах. Это глава о смирении и это глава об умении слушать. Я долго думал, почему в религиозных предписаниях всегда говорится о важности смирения. Долго пытался понять само значение этого слова. А значение, по сути, таково. То, что ты не знаешь, гораздо важнее того, что ты знаешь. В таком случае, еще неопознанное становится твоим другом. Люди всегда арьяно отстаивают то, что знают. Но дело в том, что знаете вы недостаточно. И это можно смело утверждать, поскольку ваша жизнь не такая, какой могла бы быть. Так же, как и у людей вокруг. Вы просто недостаточно знаете. И каждый раз, когда вы сталкиваетесь с тем, чего не знаете, когда вам на это указывают, вы должны радоваться. О, вы указали мне, в чем я не прав. Отлично. Может, я смогу отсеять всю шелуху и уловить смысл вашего посыла. Если вы скажете мне, в чем я заблуждаюсь, и подскажете, как мне не заблуждаться, то, возможно, я наконец перестану это делать. Это будет благом. Погрузитесь в этот процесс, начав слушать людей. А если вы начнете их слушать, они сообщат вам удивительные вещи, и многие из них станут инструментами, которые вы сможете, подобно Бэтмену, брать с собой, выходить в мир и использовать их, вместо того, чтобы каждый раз слепо падать в яму. И это элемент смирения. Ты хочешь быть прав или хочешь учиться? Даже гораздо глубже, ты хочешь быть тираном, который все уже для себя решил, или постоянно развивающимся героем, незнайкой, который со временем становится лучше и лучше? Таков наш выбор. Серьезный выбор. И лучше быть таким развивающимся незнайкой, готовым смиренно воспринимать то, чего он не знает, и слушать других людей. Умение слушать важный трансформационный навык. Если вы прислушаетесь к людям, присутствующим в вашей жизни, то они сами расскажут, что с ними не так, как им помочь и чего они хотят. Причем они будут в таком шоке, что вы действительно их слушаете, что расскажут вам даже то, о чем не собирались говорить, чего сами не знали. А с этим уже можно работать. Так вы сможете вывести свои разговоры на новый уровень. Уровень глубины и значимости. Ура! Мы обрели более крепкую связь. И я выйду из нашей беседы с большим багажом знаний. Вы будете поглощены вашим разговором. А ощущение поглощенности это ощущение смысла, значимости происходящего. Ведь прямо сейчас вы развиваетесь. Ваш мозг формирует для вас это ощущение. Как бы говоря, это то, где ты должен быть. Ты находишься в нужном месте в нужное время. Такова природа хорошей беседы. Беседы, которая ведет к трансформации. А это прописная истина клинической психологии. Если вы клинический психолог, то львиную долю времени вы должны слушать. Человек приходит, он несчастлив и хочет это изменить. И вы спрашиваете, почему вы несчастны, на ваш взгляд. Он не знает. У него есть идеи. И он может год прокручивать разные варианты, прежде чем поймет, почему несчастлив. Постепенно он отметает причины, по которым он думал, что несчастлив, но они были неверны. И тогда вы и подбираетесь к сути. И спрашиваете, если бы у вас все наладилось, то как бы это было? И человек вновь начинает строить догадки, потому что он опять не знает. Но то, что вы слушаете, помогает ему разобраться, потому что, выговариваясь, люди думают. А чтобы думать, нужен тот, кто будет слушать. Потому что просто думать сложно, и едва ли кто-то может. А если и может, то лишь о немногих вещах. Но почти все могут говорить и слушать себя во время разговора. А если вас слушает кто-то еще, то он выступает в качестве фона ваших слов, потому что вы видите человека и его реакцию. Так что, слушайте, учитесь слушать. Процитирую Карла Роджерса, известного клинического психолога. Недословно, но смысл следующий. Как понять, слушаешь ты или нет. Скажем, кто-то выкладывает тебе свой взгляд на вещи. После чего ты говоришь, то есть, как я понимаю, ты говоришь о том, том и том. Я правильно тебя понял? И, возможно, человек скажет, «Боже, ты вообще меня не слушал?» И объяснит еще раз. Или «Да, да, все верно». Таким образом, вы выделите главное в словах собеседника, что будет полезно как вам, так и ему. И покажете, что воспринимаете его. Если вы спорите с женой или мужем, то, конечно, хотите оказаться правым. Но это глупо. Потому что, выиграв, да, вы станете лидером Амаров, но ваш супруг окажется аутсайдером. А если вы хотите жить с Амаром аутсайдеров, что ж, флаг вам в руки. Но я вам не советую. Вы хотите победить жену в споре. Прекрасно. Если не в духе «она будет только завтра», нет проблем. Но устроит ли вас всю ближайшую неделю жить бок о бок с вашей несчастной, поверженной женой? Так что, слушайте и резюмируйте. То есть, ты имеешь в виду вот это и вот это. Так вы уточните, что именно сказал вам собеседник, и сможете понять его правильно. Потому что ваша задача не выиграть, а разрешить проблему. Это и есть победа. Поэтому резюме доводов собеседника очень полезно. Если он скажет «Да, все верно», тогда вы уже будете знать, что оспаривать. Но обычно люди этого не делают. Потому что, если ты живешь с человеком, который рассказывает тебе о ситуации, то обычно это значит, что ты делаешь что-то очень глупое. Как и он, возможно. Но ты понимаешь, что то, что ты делаешь, следует прекратить. Да, это сложно и неприятно. Но если ты не перестанешь, то вы будете жить с этой проблемой до конца ваших дней. Так не лучше ли чуть потерпеть сейчас, чем терпеть всю оставшуюся жизнь? Вот почему важно слушать. Правило номер 10, выражайся точнее. Будь точен в своей речи. В книге Бытие, одной из первых вещей, которую Бог попросил сделать Адама, вообще начать надо с того, что Бог создал мир словом своим. Это первое, о чем нужно подумать. Осознать, что существует безусловная связь между словом и структурой бытия. Это одна из функций, задач нашего сознания. Язык преобразует хаос, упорядочивая его. И Бог попросил Адама назвать всех животных, потому что их даже нельзя назвать реальными, пока они безымянны. Они как будто только подразумеваются. Вот скажем, вы переживаете сложный период в своих отношениях, но не понимаете, почему. Еще не обозначена причина. Реальна ли проблема? Да, она уже заявила о себе на уровне внутреннего дискомфорта. Но затем вы говорите с партнером и выявляете ее. И из какого-то неявного и неопределенного тумана выплывает вполне конкретная вещь. Да, она отравляющая и неприятная, она как бы болезненная заноза. Но, по крайней мере, это уже конкретика, а не что-то размытое, ядовитое, разлитое в пространстве. И вот вы его выявили и осознали. Да, это есть, есть этот маленький монстр, но, по крайней мере, теперь вы его видите и способны что-то с ним сделать. Это точность, это конкретика. Это такой эффект Волдеморта, которого нельзя называть. Точно. В этом проблема, сначала нужно его назвать. Абсолютно точно. Сначала нужно его назвать, потому что неназванное страшит гораздо больше названного. Был такой проект, «Ведьма из Блэр». Она же тоже была безымянна. Причем там не происходит ничего страшного, но все дело в неизвестности. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Насколько бы не была страшна реальность, она редко оказывается страшнее того, что вы воображаете. Ваше воображение имеет очень древнюю природу. Оно повидало много всяких ужасов за всю историю человечества и готово видеть монстров везде и всюду. Так что всегда, однозначно, всегда лучше называть все своими именами, как страшно бы это ни было. А если вы не можете этого произнести, значит, вы говорите себе, что пребываете в таком ужасе, что не в состоянии этого вынести. И так вы сами себя обозначаете проигравшим. Моментально. Если вам настолько страшно, что вы не можете с этим столкнуться, так и есть. Скажем, мы хотим обозначить то, что несет угрозу, но при этом не хотим быть предвзяты к людям. Конечно. Но у всего имеются последствия. Есть религиозные конфликты, есть терроризм и так далее. Итак, что нам делать? Один из способов выявить какую-то проблему, начать ее обсуждать. Пусть даже рассуждая ошибочно, выдавая тупиковые теории, что это за проблема, как нам очертить ее границы, как ее обозначить. Говорить о ней вы не хотите, она слишком ужасна, но она в любом случае не столь ужасна, как в вашем воображении. Ведь в вашем воображении это сущий дьявол. Мы слишком легко демонизируем людей. И больше всего, и больше всего мы их демонизируем, никогда о них не говоря, не обсуждая, не произнося вслух, а это самое ужасное, самое пугающее. «Ты совершил неописуемую вещь, невыразимую». Нет, нет, постарайся выразить. Поэтому я всегда выступаю за свободу слова, чтобы все это невысказанное не висело в воздухе. Потому что это также негативно воздействует на интеллект, верно? Когда ты не готов о чем-то говорить, это словно заключает ваш ум в какую-то коробку. Не только на интеллект. Но сознание в целом и на его восприятие бытия. Интеллект более поверхностная и не столь важная вещь. Но ты не можешь даже осознать, вычленить это из хаоса. Не можешь участвовать в процессе творения. Все настолько глубоко. Свобода слова это провозглашение важности голоса. Это глубинная идея нашей культуры. Глубочайшая. Слово творец нашего мира. Сам Господь в начале времен говорит об этом. Он творит все по слову своему. И говорит, что это хорошо. Такова идея. Вычленять вещи из мрака это хорошо и правильно. И не нужно бояться этого. Не нужно. Это один из основополагающих принципов западной цивилизации. Да и не только западной. Правило номер одиннадцать. Не надоедай детям, когда они катаются на скейтборде. Одиннадцатое правило. Не надоедай детям, когда они катаются на скейтборде. Это размышления разницы между слабостью и добродетелью. Нашему обществу свойственна одна вещь. Особенно касаемо отношения к мужчинам. Но также она касается и мужественности женщин. Так что для женщин она также токсична. Мы как будто бы решили, что сильные мужчины опасны. Частично потому, что западная культура это культура тиранического патриархата и достичь вершины можно лишь злоупотребляя силой. Соответственно все мужчины достигшие больших высот злоупотребляют свои силы. Все они тираны и обладают неуемными амбициями. Такое отношение сложилось в нашей культуре. И отношение к молодым людям сейчас ничем не отличается. И это совершенно неприемлемо. Непростительно и стыдно. Уверяю вас в этом. идея того, что западная цивилизация результат патриархальной тирании во-первых не верна с исторической точки зрения. Потому, что с чем мы сравниваем? Сколько цивилизованных стран вообще существуют в мире? Три и четыре десятка? Всеми остальными управляют жестокие головорезы. И я сейчас говорю не о тех, кто находится непосредственно у власти, потому, что это не так работает, потому, что в коррумпированных странах коррупция захватывает всю страну. Но не у нас. В основе западной культуры лежит честность. Приведу пример, потому, что людям, как правило, не нравится это слышать. eBay прекрасно это доказал. Прекрасно. Послушайте, это очень интересно. Когда eBay только появился, циники говорили, что ничего из этой идеи не выйдет, потому, что я тебя не знаю, ты живешь в другом конце страны, ты отправишь мне какой-то хлам, а я тебе отклоненный чек, вот и посотрудничали. Циники говорили именно так. Но потом в дело вступили брокеры и сказали, мы гарантируем совершение честной сделки за 10-процентную комиссию, однако оказалось, что брокерам там просто нечего делать, потому что все транзакции проводились честно. Все. Если у вас на платформе рейтинг меньше 99%, значит, с вами что-то не так. Хорошо, 98%. Но в любом случае по умолчанию условия были такие, ты предлагаешь, я покупаю, мы совершаем сделку, и в итоге весь, технически говоря, замороженный капитал выплеснулся на рынок. А все благодаря нашей врожденной честности. Мы знаем, что одним из главных факторов будущего успеха на Западе является добросовестность. Добросовестные люди честны, неподкупны, ответственны и выполняют то, что обещали. А это значит, долгосрочный успех им обеспечен, особенно в качестве управленца или руководителя. Также в 11 главе я рассуждаю о нападках на мужественность. Это некоторая аллюзия на то, о чем писал Ницше в конце 18 века, говоря о смерти Бога, потому что в западной культуре Бог это тоже символ мужественной силы. Идея божественной мускулиности сейчас попросту стерта, о чем и возвещал Ницше. Поскольку мускулинность в принципе сейчас не приветствуется. И на мой взгляд, это просто ужасающий исход, хотеть которого может лишь тот, кто является истинным врагом рода человеческого. Так что в какой-то степени 11 голова призывает нас к мужеству. Так что я всегда говорю молодым людям брать на себя ответственность за свою жизнь, говорить правду, и что их отказ следовать своей природе оставляет гигантскую дыру как в их собственных душах, так и в нашем культурном пейзаже. И это не шутка. Нам нужно максимально освещать эту тему и текущую ситуацию. Я абсолютно в этом убежден. По самым разным причинам, самым глубинным причинам. книга правила жизни весьма занятна сама по себе, поскольку хоть в корне ее и лежит религиозное зерно, она также основывается на биологической эволюции. Вот о чем 11 глава. Она о врагах человеческого духа, о людях, запрещающих детям играть, что само по себе неестественно. Сейчас есть движение, которое выступает за запрет детям иметь лучших друзей. Что? Да что с вами не так? Правило номер 12 заключительное перед бонусным видео «Встретив на улице кошку, погладь ее». Встретив на улице кошку, погладь ее. Забавно, чтобы упомянули, что вы собачник, потому что первые три страницы этой главы посвящены извинениям за то, что я говорю лишь о кошках. Отлично. Так что вначале я говорю как раз о собаках. Но дело в том, что эта книга частично автобиографична. Здесь я рассказываю о своей дочери, и именно она редактировала и помогала мне писать эту главу. Я писал о трагедии, о боли, о боли заботы о ком-то особенно связанной с детьми. Что делать, если ты попадаешь в ситуацию, когда становишься участником самых трагических событий и оказываешься перед ними совершенно бессилен. Прежде всего нужно быть открытым для самых маленьких возможностей, уметь их замечать и давать им пространство для проявления. А конкретно я писал про Джинджер. Джинджер это сиамская кошка, очень дружелюбная, которая подружилась с нашей собакой, просто не захотев ее бояться. Она подошла, наш пёс залаял, а она просто перевернулась на спину и начала с ним играть. Они тут же подружились. Если к вам ласкается кошка, то погладьте ее, поиграйте с ней и пару минут просто побудьте счастливы. Когда что-то идет не так, когда вам тяжело, но возникают хотя бы призрачные хорошие возможности, используйте их. Это глава именно об этом, о том, как справиться, когда вам уже невыносимо, когда вся ваша жизнь летит в тартарары. Вам нужно научиться сужать временные рамки планирования. Я привык планировать на три месяца вперед, но не когда ваш дом объят пламенем. Тогда планируйте не дольше, чем на две секунды, если вы попали в очень темную полосу жизни, если ваши близкие страдают, если на вас навалилось слишком много проблем, сужайте рамки планирования до одного дня, часа, минуты, и так нам нужно провести эту минуту максимально хорошо. Сужайте время до подвластного вам промежутка, чтобы в этом крошечном отрезке не содержалось больше, чем вы способны вынести. Только так можно пережить катастрофу и удержаться на ногах. Это глава о том, как мы можем пересмотреть наше восприятие событий, когда в нашей жизни слишком много трудностей и боли. На самом деле, это очень позитивная глава, хоть и говорится в ней довольно сложных вещах. Эмоционально эта глава далась мне труднее всего, но моя дочь сказала, что многое поняла про себя после работы над этой главой. Это был невероятный опыт концентрации и заботы с ее стороны. Даже не верится, что она все это выдержала. Но это позитивная глава. Она напоминает нам замечать простые вещи, исцеляющие нашу душу, даже когда вся жизнь нам немила, когда нам трудно. Перестаньте делать то, что явно является неправильным и то, что вы могли бы перестать. Я сейчас не о том, что вы точно должны понимать истину и заранее знать все правильные решения. Я о том, что в вашей жизни есть вещи, которые точно не приносят вам никакой пользы. Есть то, что однозначно необходимо прекратить. И это очевидно для вас. В чем-то вы можете сомневаться, о чем-то не знать, что окажется полезно, а что не очень. Но есть то, что вы делаете, прекрасно понимая, что делать этого не стоит. От некоторых вещей вы не откажетесь. Из-за отсутствия дисциплины, какой-то вторичной выгоды, или потому, что не видите такой уж большой необходимости, а отказываться слишком сложно или страшно, или что-то там еще. Пока забудем об этих вещах. Но всегда есть подмножество других вещей, которые вы можете перестать делать прямо сейчас, каких-то мелочей. Прекрасно. Откажитесь от них и посмотрите, что будет, а будет следующее, ваше видение станет яснее, и вы заметите уже что-то другое, от чего вам лучше отказаться, и отказаться от чего вы сможете, потому что уже стали чуть сильнее, ранее убрав из своей жизни какие-то мешающие мелочи. И вы сможете бесконечно продолжать этот процесс. Это не значит, что в какой-то момент вы станете абсолютно четко и ясно видеть, что принесет вам благо. Но это значит, что вы планомерно будете удаляться от того, что для вас благом не является. Сделай расписание, черт возьми, и придерживайся его. В чем прелесть расписания? Это не тюрьма. И первое, в чем люди ошибаются, когда думают, я не люблю зависеть от расписания, все зависит от того, как вы составляете его. Ну, сперва я сделаю это, потом это, сделаю это, а потом поиграю в приставку. Не все же одними делами заниматься. Это неверно. Составь расписание правильно, и получишь день, который тебе нужен. Допустим, завтрашний день. Представим, что мне нужно провести его с максимальной для себя пользой. Как бы он выглядел? Вы расписываете его. Разумеется, с этим у вас появляются кое-какие обязательства, потому что нам нужно по итогам дня ощущать себя как минимум не хуже, чем в его начале. А в обратном случае, это просто идиотский день. А если таких дней несколько подряд, то вы тем самым роете себе яму, и хороните себя в ней. Простите, конечно, но это не лучшая стратегия, точнее, очень плохая. Примерно 20% вашего расписания должны состоять из ответственности и обязанностей, а то и больше, в зависимости от обстоятельств. В любом случае, вы всегда можете спросить себя, «Итак, у меня есть некие обязательства. Какие принесут больше пользы? И будет ли за это награда?» Спросите себя, как будто бы вы обсуждаете вопрос со своими сотрудниками. «Итак, завтра тебе выходить на работу. А что вы можете мне предложить, чтобы я стал работать на вас?» Задайте себе такой вопрос. Возможно, вы будете час заниматься этим делом, а потом 15 минут играть в приставку. Для каждого это будет свое, тут решаете вы. Но необходимо обсудить это с самим собой, а не просто тиранить себя. Представьте, будто вы обсуждаете вопрос с кем-то, кто вам не безразличен, кому вы желаете продуктивности и счастливой жизни. Вот как следует составлять расписание. Вот такой день был бы в самый раз. И даже несмотря на вашу беспомощность, вы, скорее всего, выполните план процентов на 70. Но согласитесь, что это гораздо лучше, чем ноль. Даже если удастся выполнить лишь на 50%, на следующей неделе вы уже будете настроены на 51. Потому что вы дойдете до той точки, когда результаты начнут ощущаться, и это даст вам дополнительный стимул. Это поможет вам. Когда я был подростком, конечно, если бы я решил написать книгу обо всех глупых вещах, которые совершил, будучи подростком, вышел бы целый талмуд. А если бы все это сопровождалось фотографиями, то вообще тушите свет. Но у меня было преимущество, которого нет у современных подростков. Когда мой наиглупейший день подходил к концу, то я возвращался домой, и на этом все. Он не продолжался в Твиттере, не продолжался в Фейсбуке, и целый полк моих друзей не обсуждал все совершенные... Если вы не очень трудолюбивы, очень важно себя дисциплинировать. Как это сделать? Ешьте три раза в день в одно и то же время. Это хорошая практика, потому что она привносит некую стабильность в вашу жизнь. Вставайте в одно и то же время. Говорю всем, в особенности молодым людям. Хотите чего-то добиться в жизни? Поднимайте себя рано утром. Чем старше я становлюсь, тем раньше встаю. Частично, потому что сна требуется все меньше, но частично, потому что я больше себя дисциплинирую. Приучите себя вставать в 6 утра и к моменту, когда поднимаются все остальные, вы уже успеете переделать кучу своих дел. Это огромное преимущество. Уоррен Фаррелл, политолог, не актер, написал книгу «Почему мужчины больше зарабатывают». Рекомендую к прочтению. И он выявил, что когда человек работает на 13% дольше других, он зарабатывает больше на 40%. Думаете, почему так? Представьте, что на вас работают 10 сотрудников, и один из них работает на 10% дольше. Это не так много. Но какова вероятность, что повысят именно его? Вот вы начальник. И видите, что этот парень всегда приходит раньше остальных. Почему бы нам не повысить именно его? Это же очевидно. И если вы сможете контролировать такие небольшие отрезки времени, перерабатывая по 45 минут в день, то ваш заработок вырастет непропорционально больше, чем на 10%. Так что отрегулируйте свой сон. Приучите себя вставать рано каждый день без отговорок. «Я слишком устал, не люблю утро». Не имеет значения. Развивайте дисциплину. «Отрегулируйте время приема пищи». Это тоже отличная дисциплинирующая практика. И приучите себя пользоваться календарем. Гугл календарем. Большинство из вас его не используют. Календарь – это не тюрьма и не тиран. Календарь позволяет сдерживать тревожность и контролировать, что вы делаете, то, что вам необходимо сделать, и планировать то, что вы хотите сделать. Начните пользоваться календарем. и планировать свои дни. Вносите, что хотите сделать, в конкретный день. И это также поможет вам развивать трудолюбие. Создайте план. Вам нужен план на ближайшие три года, на год, на полгода, на три месяца, на неделю, на день и на час. Это все важно. Я постоянно составляю список того, что мне нужно сделать на день, неделю, месяц, год. Конкретно, сейчас я планирую только на полгода, потому что сейчас моя жизнь слишком хаотична и непредсказуема. Но вам необходимо видение того, кем вы хотите быть в ближайшие три-пять лет, не больше, потому что жизнь слишком непредсказуема, чтобы строить более долгосрочные планы. Можно, конечно, попробовать создать реалистичный план на пять лет, в редких случаях десять, но сами понимаете, сколько за это время может измениться. Однако вам в любом случае необходимо прописывать планы максимально подробно, или вы думаете, что сможете достичь чего хотите, просто блуждая вслепую и надеясь как-то принести кому-то пользу? Кстати, быть полезным другим очень полезно. Тогда они захотят с вами сотрудничать и откроют перед вами новые возможности. А если вы будете слепо блуждать не пойми где, вы так никуда и не придете и будете страдать, жалеть и злиться. А это ужасная жизнь. Ужасная. Иногда я не могу заснуть, потому что начинаю размышлять о чем-то. И тогда я начинаю записывать свои размышления. Я встаю с постели и сажусь писать. Но поскольку я немного увлекся ютубом, то подумал, а почему бы мне не начать снимать видео для ютуба и делиться своими мыслями с людьми? Посмотреть, будет ли это так же эффективно, как письменное выражение мыслей. Для меня мои книги всегда выполняли две функции. Да, безусловно, это коммуникация с людьми, но прежде всего это прояснение собственных мыслей. Потому что если что-то тебя беспокоит, то это необходимо проговорить. Это первая помощь от беспокойных мыслей. Потому что выраженное беспокойство это неизведанная опасная территория, которая может как представлять угрозу, так и давать возможность, и вам необходимо ее исследовать. Для этого я этим и занялся. Меня что-то беспокоило, я пытался найти ответ, разобраться, что происходит. Поэтому я и стал записывать видео. Вот и все. Нет никакой веры, смелости или жертвы в том, чтобы делать то, что выгодно. Что вы можете сказать зрителям, которые не преследуют свои мечты и заперты в погоне за карьерой, поскольку им не хватает смелости рискнуть и начать стремиться к чему-то по-настоящему важному. Во-первых, это нормально бояться рискнуть, но вы должны еще больше бояться застрять на одном месте, поскольку это делает вас несчастным. Прежде всего вам нужно отказаться от идеи постоянного пребывания в зоне комфорта, потому что цена этого ваше собственное счастье. Конечно, можно сказать, что синица в руке лучше журавля в небе, но не будьте в этом так уж уверены. Часики тикают. И если вы уже сейчас несчастны на работе и при этом ничего не меняете, через пять лет вы окажетесь еще несчастнее и при этом будете гораздо старше. Но это по сути роскошь, стремиться к тому, что по-настоящему важно, ведь у людей есть кредиты, дети, счета, и им просто не хватает ресурса для этого. Я сейчас не говорю о счастье как таковом. Да, стремиться к тому, что делает тебя счастливым, это роскошь, но стремиться к тому, что ты считаешь важным, наш моральный долг, это нелегко и это требует жертв. Если у вас семья, дети, ипотека, обязанности, значит, вы уже взяли на себя эти обязанности, и вы не можете от них просто так отказаться. «Не люблю свою работу, уволюсь». Нет, так нельзя. Но вы должны подумать, эта работа убивает мою душу, что я могу с этим сделать? Поискать другую работу. Но никто не хочет меня нанимать, значит, нужно заняться самообразованием, прокачать свои знания, обновить резюме, преодолеть свой страх собеседования и прокачать социальные навыки. Нужно думать стратегически. Хочешь сменить работу? Делай это как разумный, ответственный человек, и это может потребовать пары лет сверхусилий. Я общался с сотнями людей в своей клинической практике. Мы ставили цели, развивали видение, работали над их достижением, и жизнь людей неизбежно менялась. В лучшую сторону. Это не роскошь. Это трудно, но это наш моральный долг. И это не погоня за счастьем. Не всегда виноваты именно вы, если все выходит из-под контроля. Это пугающая теория, но она не безнадежная, потому что, согласно ей, вы всегда можете двигаться вперед. Двигаться вперед, развив в себе некое благородство, которое позволит вам относиться к самому себе с пониманием и уважением, как к человеку, способному взглянуть в лицо собственной уязвимости. Но при этом очень важно избегать всякого рода лукавства и обмана, и брать на себя ответственность за происходящее, понимая, что конкретно вы в силах исправить, и исправлять это. Здесь интересна следующая вещь. Даже две вещи. Если вы возьмете человека, выявите и расскажете ему, чего он боится и избегает, чтобы он четко понимал, что ему нужно преодолеть, чтобы достичь своих целей, если сможете научить его смотреть в лицо своим страхом, он станет сильнее. Безгранично сильнее. Потому что, если вы спросите себя, если бы вы 10 лет назад не избегали того, что вам давно необходимо было сделать, сделать, чтобы стать лучше версии себя по собственным меркам, каким бы вы были сейчас? Да, время от времени в мире рождаются выдающиеся люди, но многие лишь спустя десятилетия понимают, кем бы они смогли стать, если бы просто были собой, если бы были с собой честны. Они бы с каждым днем становились все сильнее и сильнее, и вполне возможно, что причина ваших страданий находится прямо у вас перед носом, потому что вы не то, чем могли бы быть, и вы это понимаете. Конечно, признавать это ужасно трудно, но в этом и есть ваш шанс. Потому что он дает вам возможность понять, что можно взглянуть на мир иначе, и иначе с ним взаимодействовать. Тогда и он начнет отвечать вам гораздо благожелательнее, чем сейчас. Мой опыт подсказывает, что мы задействуем не более 50% своего потенциала. Я часто спрашиваю старшекурсников, сколько часов в день, неделю, они тратят попусту. Стандартный ответ – 4-6 часов в день. Малоэффективные занятия, просмотр не просто бесполезных, но и вредных видео на Ютубе, после которых вы еще и ужасно себя чувствуете. Вот вам уже часа 4. Это 25 часов в неделю. 100 часов в месяц. Это 2,5 полноценных рабочих недели за месяц или полгода работы за год. Если ваш час стоит 20 долларов, или пусть возьмем 50 долларов, если вы уже классный специалист, если вы тратите 20 часов в неделю, значит, вы теряете 50 тысяч долларов в год. Теряете прямо сейчас. И для вас такая трата гораздо более критична, чем для меня, потому что мне в любом случае не так долго осталось, в отличие от вас. Так что, если ваша жизнь не такая, какая бы могла быть, спросите себя, а что, если вам перестать тратить возможности, которые лежат прямо перед вами? Насколько вы станете эффективнее? В 10 раз? 20? Не забывайте о принципе Паретто. Вы даже не представляете, насколько эффективны по-настоящему эффективные люди. Этого ни один график не отразит. И если все мы начнем действовать коллективно и перестанем делать только хуже, потому что, как правило, люди только этим и занимаются, они просто не делают того, что стоило бы во имя благо, они именно вредят из-за своей злобы, обиды, высокомерия, одержимости, политики геноцида или всего этого вместе взятого. Если люди на самом деле перестанут делать хуже, то даже представить невозможно, насколько лучше станет мир. Лишь благодаря одному этому. И есть странная динамика между человеческой уязвимостью, социальным осуждением, причем и то, и другое является главной причиной наших страданий. И неспособностью человека взять на себя ответственность, которую он понимает, что должен на себя взять. Но ваша судьба зависит не единственно от того, насколько правильные вы принимаете решения и до какой степени готовы быть собой настоящим, поскольку ваша судьба всегда пересекается с судьбами других людей. В мире проживает 7 миллиардов людей. Пик будет, когда станет 9 миллиардов, и тогда население начнет резко снижаться, но сейчас 7 миллиардов. И кто вы? Лишь крохотная песчинка среди этих 7 миллиардов. И можете думать, да какая разница, что я делаю, а чего не делаю. Но это неверное видение, ошибочная модель, потому что вы находитесь в центре сети. Вы узел. Сейчас это проще осознать на примере соцсетей. За жизнь вы узнаете тысячи людей, а каждая из них, в свою очередь, еще тысячу. Так лишь один человек отделяет вас от миллиона и два от миллиарда. Представляете, что это за связь? Что-то делая в своей жизни, вы словно бросаете камешек в пруд, создавая круги на воде и влияя на то, что вы даже не в силах постичь, а значит, все, что вы делаете или не делаете, гораздо важнее, чем вы думаете. Однако по-настоящему осознать, что все, что вы делаете, имеет значение, пугающе сложно. Вы можете сказать, но это лучше, чем вести бессмысленное существование. Но будете ли вы столь уже уверены, если я скажу вам, что у вас есть выбор? Жить, не беря на себя ответственность, когда цена этого ничего не имеет смысла. Или Жить, когда все имеет значение. Но вы также должны брать за все на себя ответственность. И тут я не уверен, что все выберут тропу смысла. Нигилисты ни во что не верят, и все равно их жизнь полна страдания. Да, но при этом у них и нет никакой ответственности. В этом их мотивация. Кто-то скажет, да, как тут не быть нигилистом? Вся моя система ценностей потерпела крах. Да, но возможно вы сами позволили ей это сделать, потому что гораздо проще сдаться, чем жить в соответствии с ценностями. И вы заплатите за это страданием от отсутствия смысла. Но зато вы всегда сможете поныть, чтобы другие вас пожалели. Выбрать путь вечного страдальца. Это же проще, особенно когда альтернатива достойно нести свое бремя быть честным с собой и миром. Даже Солженицын писал, что если ты живешь разлагающейся жизнью, ты разлагаешь и все общество. А если этим занимаются множество людей, жизнь превращается в ад. Настоящий ад. Можете почитать архипелаг ГУЛАГ и понять, что такое ад. И подумать, хотите ли вы попасть в подобное место. И не только вы, а вся ваша семья и друзья. Потому что такое уже происходило в 20-м столетии. Подумайте об этом. Подумайте о жизни в следующем ключе. Представьте, что жизнь это ваш собственный упорядоченный план. Вот его место. Но есть место, из которого исходит то, что ваш план нарушает. И второе гораздо больше первого. Потому что есть бесконечное множество вещей, которые могут ваш план сорвать, и лишь ограниченное количество вещей, которые помогут ему осуществиться. И тут возникает вопрос. Вы намерены поддерживать дружбу с группой вещей, помогающих вашему плану осуществиться. Или группой, помогающих вашему плану сорваться. И я советую вам второе, потому что таких вещей гораздо больше. Начав это делать, вы станете сильнее, и ваше восприятие мира станет гораздо шире. Конечно, вы хотите осуществить свой план, но вы также должны научиться принимать последствия своих возможных ошибок и учиться на них. Тогда вы непременно победите. Потому что из всего сможете извлечь пользу. Это и есть мудрость. Планируйте свою идеальную жизнь, не забывая опираться на социальные нормы, но и не забывая спрашивать самих себя, кто вы есть. Вы знаете, что вам нравится, но также знаете, что не делаете того, что говорят вам другие, и что говорите себе вы сами. Признайтесь себе в этом. Вы как плохой сотрудник и ужасный начальник. Вы не знаете, что хотите сделать, говорите себе, что что-то сделать надо, но в итоге ничего так и не делаете. Тогда вам лучше уволить самого себя и найти себя нового. Я хочу донести до вас, что вы сами себе не служите, не умеете с собой же договариваться. Вы хотите иметь хорошую жизнь, но людям это сложно дается, потому что они сами себя не любят. Все достаточно просто. Если вы сможете упорядочить свою жизнь так, чтобы всегда стремиться к максимально хорошему результату, то все, что вам необходимо для выживания в плане базовых нужд, само придет в вашу жизнь. Это непростая гипотеза, потому что в ней говорится, что если вы осмелитесь делать самые трудные для вас вещи, то ваша жизнь сложится гораздо лучше, чем если вы будете делать все остальное. Как убедиться, что это правда? Что ж, это Киер Кегоровский прыжок веры. Невозможно убедиться, что это правда, не проверив на примере собственной жизни. И чужие рассказы не помогут, потому что если это вышло у кого-то, интересно, конечно, но не факт, что так же будет и у вас. Но нет более эффективного взаимодействия с миром, чем стремиться к лучшему, на что ты способен. Нет более практичного способа достичь успеха, чем когда ты знаешь, что есть настоящий успех для тебя. Мир подстраивается под наши цели. У каждого из нас, как у Божьего творения, есть высшая цель, и вам необходимо ее для себя сформулировать. Вы целеустремленные создания. Вы смотрите на точку и идете к ней. Это в вас вшито. И цель у вас есть всегда, но она должна быть высшей из возможных. И мир под нее подстроится. Ваш ум под нее подстроится. Вы будете замечать, что нужно заметить, и не замечать остального. Вы сонастроитесь со своей целью. Да, на вашем пути будут возникать проблемы и препятствия, но если вы их преодолеете, то не свернете с верного пути, держа эту цель в голове. Каждый ваш день будет наполнен смыслом, потому что, держа пусть далекую цель в голове, вы будете целенаправленно проживать каждый день. Уверен, что это само по себе будет каждый день заряжать вас энергией, потому что если все, что вы делаете, в конечном итоге направлено на высшую цель, то одно только это уже будет вас поддерживать. Касаемо поправки С-16, я уже говорил, что не буду говорить на языке радикальных левых, потому что не считая, что он должен определять игру. Но предположим. Итак, игра. Мир – это поле битвы разных групп за влияние. Таков наш мир. И победители подавляют побежденных. Так мы смотрим на мир. И левые говорят, вот угнетенные люди, а людям патриархальных взглядов должно быть стыдно, и они должны сдаться. А вот что говорят радикальные правые. То есть речь идет об идентичности, политике самоопределения. Что ж, мы – белые мужчины, и мы не проиграем. Это их версия самоидентичности. Типа, да, пошли вы все. Если уж мы делимся на группы, племена, то я на своем месте, в своем племени. И я не собираюсь заниматься самобичеванием и отдавать вам первенство. Я буду безжалостен и одержу победу. А люди посередине смотрят туда-сюда и выбирают, какое место им занять в этом спектре самоидентификации. Хочу ли я полностью раствориться в сострадании и начать горько стыдиться за мое историческое превосходство, признав себя агрессором? Или же я скажу, да пошли вы к черту, я выиграю, несмотря ни на что. Но что, если нам не играть ни в какую из этих игр? Советы играли за левых. И кто знает, сколько погибло тогда народу. Кто-то приводит данные от 20 до 100 миллионов человек. Маоисты загубили по разным данным от 60 до 100 миллионов, так что эта позиция проявила себя довольно спорно. Но были еще и нацисты, которые выступали за расовое превосходство. Хотим ли мы играть по их правилам? Так что последние 30 лет я пытаюсь сказать, послушайте, есть большой соблазн впасть в ту или иную крайность. Но это не единственно существующие варианты. Лучше играть по своим правилам. Сформируйте собственную точку зрения. Не опускайтесь до таких чрезмерных упрощений. Разберитесь с самим собой. Правило номер 6. Прежде чем критиковать других, наведи полный порядок у себя дома. Это очень мрачная глава мотивации убийц из школы Колумбайн и серийного убийцы, насильника и поджигателя Карла Панцрама. Он написал свою биографию. Так же, как и дети из школы Колумбайн написали, почему они совершили то, что совершили. Они были ужасающе обижены и озлоблены. Поэтому я всегда предостерегаю людей не погружаться в негодование и озлобленность. Даже если жизнь очень тяжела и окружающий мир жесток, мы можем сказать, что все мы жертвы. Потому что все мы умрем. Все будем болеть и с нами будут случаться неприятные вещи. Предательство, ложь. Люди будут пытаться намеренно сделать нам больно. Так что дело не только в трагедии жизни, но и в нашей озлобленности. Все мы жертвы друг друга. Но если ты так смотришь на жизнь, то ты автоматически начинаешь делать только хуже. В этом и проблема. Поэтому мне близок христианский подход. Потому что в христианстве присутствует идея того, что ты должен взять на себя свой крест и подняться на гору. И это абсолютная истина. Абсолютно верный подход. Ты можешь испытывать множество страданий и зачастую несправедливых. Что с этим делать? Добровольно принять и трансформировать самого себя. Вот верный ответ. Потому что все остальное приводит к племенной вражде. А мы слишком технологически развиты, чтобы возвращаться к племенному строю. Люди имеют неограниченный потенциал для развития. Для обучения. Безусловно, с учетом уже имеющихся у них навыков. Но и для развития характера. На мой взгляд, концентрация на том, кем ты можешь стать, а не том, кем сейчас являешься, очень вдохновляет. Особенно молодых людей. Потому что у них вся жизнь впереди, и они еще не достигли своего потолка. Так что фраза «ты должен радоваться тому, какой ты есть» на самом деле очень сильно ограничивает. Потому что ты можешь быть гораздо большим и должен к этому стремиться. Если ты доволен тем, кто ты есть, значит, у тебя нет цели, а людям необходима цель, чтобы примириться собственной жизнью. Бабуин, который изначально был прописан в истории как бестолковый персонаж, впоследствии превратился в шамана. С философской точки зрения он олицетворяет самость. Самость, то есть то, чем ты можешь стать с течением времени. Есть вы и потенциальный вы внутри вас. Потенциал довольно интересное понятие, потому что оно подразумевает то, чего еще нет. Но мы действуем, как будто он реален. Люди говорят, тебе нужно жить в соответствии со своим потенциалом. А потенциал это, кем ты можешь стать, если ты будешь взаимодействовать с миром таким образом, чтобы приобретать максимальное количество знаний. Потому что, согласно пиаже, нас формирует информация. Но мы также знаем, что если ты погрузишься в новую среду, в твоей нервной системе начнут зарождаться новые гены, которые закодируют новые белки. Так что в вас присутствует еще и биологический потенциал, раскрыть который будет невозможно, пока вы не начнете бросать себе вызов и погружать себя в новые обстоятельства. Так что вы не просто должны получать информацию из окружающего мира, вы также должны раскрывать себя новым обстоятельствам, чтобы начать меняться в том числе и физиологически на всех уровнях вплоть до генетического. Поэтому очень важно отправляться в такие своего рода паломничества. Как подъем на гору в мультфильме «Король лев», необходимо вырывать себя из своей сонной, вялой деревушки, которую вы уже изучили вдоль и поперек и смотреть в которой больше нечего, и отправляться в опасные неизведанные места. Этот путь закалит, укрепит вас и раскроет в вас нечто новое. Вы станете более информированы, что будет формировать и организовывать вас на всех уровнях. Следующий фактор, влияющий на долгосрочный успех, это осознанность. А два важных аспекта осознанности – это организованность и трудолюбие. И трудолюбие, пожалуй, самый важный. Вопрос – как развить трудолюбие? Не просто. Потому что здесь очень важна генетическая составляющая. Но можно развить микропривычки. Для каждого они будут свои собственные. Но я считаю, что лучшее, что стоит делать в этом отношении – приучить себя ставить цели. Цели, имеющие для вас значение. Моя программа будущего развития помогает людям это сделать и помогает провести ситуационный анализ собственной жизни. Возможно, даже более информативный, чем психологический анализ. Вам необходимо заставить себя прикладывать больше усилий в жизни. Но для этого нужна мотивация. А что является источником мотивации? Рассмотрим в рамках большой пятерки. Если вы экстраверт, то вы хотите иметь друзей. Если вы дружелюбны. Если вы не дружелюбны, то хотите всегда быть первым. Если вы открыты опыту, то хотите участвовать в творческой деятельности. Если нейротизм у вас повышен, то вы хотите безопасности. Все это источники потенциальной мотивации, основанной на ваших личностных характеристиках. Затем мы начинаем рассматривать жизнь в разных измерениях. спрашиваем «Если бы через 3-5 лет наша жизнь стала той, какой мы хотим ее видеть, какой бы она была? Какой бы была ваша дружба, личные отношения, семья, карьера? Как бы вы проводили свое свободное время? Как заботились о своем физическом и психическом здоровье? Отказались бы от алкоголя и наркотических препаратов, потому что это верный путь на дно? Алкоголь, к примеру, выкашивает от 5 до 10% населения, так что крайне важно контролировать его употребление. Итак, вы формируете видение того, какой должна быть ваша жизнь. Ставите глобальную цель, а затем разбиваете ее на микрозадачи. И выполнение этих микрозадач само по себе становится вознаграждением, поскольку они ассоциируются с глобальной целью, формируя тесную связь с системой стимулов. Мы уже говорили с вами о дофоменергической системе вознаграждения, которая толкает вас вперед, но она работает гораздо эффективнее, высвобождая позитивные эмоции, если вы движетесь к по-настоящему важной для вас цели. Так что цель непременно должна иметь для вас значение, потому что в противном случае у вас не будет никакой позитивной мотивации. Чем важнее для вас цель, тем более позитивный ответ вы будете получать, выполняя микрозадачи, связанные с этой целью. Если вами будет двигать ваша цель, то вы будете просыпаться уже заряженной на день. Вы можете стремиться к будущему идеалу, или стремиться держаться подальше от чего-то ужасного, боясь сорваться так же сильно, как и желая победить. И то, и то эффективно. Задавая цель, вы должны рассуждать следующим образом. О, если в результате моих усилий произойдет следующее, это определенно будет стоить того. Потому что вопрос всегда в том, зачем что-то делать? Ведь ничего не делать легко, просто сидишь и ничего не делаешь. Вопрос зачем вообще что-то делать? И ответ потому, что тобой должно двигать что-то по-настоящему важное. И вопрос вытекающий, где искать эти важные вещи? Во-первых, вам нужно проанализировать собственный темперамент. А во-вторых, посмотреть, что наполняет жизни окружающих, провести структурный анализ субкомпонентов человеческой жизни. И он уже проведен. Людям нужна семья, друзья, может не обязательно все эти вещи, но часть из них точно. Семья, друзья, карьера, образовательные цели, хобби, забота о своем физическом и психическом здоровье и так далее. Это и составляет нашу жизнь. А если в вашей жизни нет ничего из этого, вы будете страдать и ощущать собственную ничтожность, а это так себе вариант. И когда вы определились целевой структурой, а именно это самое главное, и этому должны обучать в университетах, вы должны определиться, кем вы хотите быть и стремиться к этому, используя все полученные знания, чтобы достроить себя до этой личности. И я говорю именно «хотите, а не следует», потому что часто эти понятия пересекаются. Очень важно понимать разницу между этими словами. Итак, как я говорил, если хотите стать трудолюбивее, во-первых, научитесь ставить цели. В противном случае, как вы сможете достичь того, не зная чего? Этого не случится. Но люди часто не хотят задаваться конкретной целью, потому что не хотят потерпеть неудачу, потому что им проще иметь туманные размытые цели, чтобы в какой-то момент не осознать, что у них ничего не вышло. Это весьма болезненное ощущение, так что лучше ничего не прояснять. Хорошо, но тогда вы будете проигрывать постоянно, просто не зная об этом до момента, пока ваше происходит годам к 40. Рекомендую до этого не доводить. Добровольная слепота. У вас был выбор, но вы предпочли не видеть. И когда вы определились с целевой структурой, сказали себе, «Итак, если я смогу достичь такой жизни, то это будет иметь смысл, несмотря на то, что мне может быть страшно, волнительно и порой тяжело». Но в любом случае ваши усилия будут оправданы уже только благодаря тому, что в вашей жизни есть цель. Я стал очень внимательно относиться к тому, что говорю. Не знаю, добровольно или вынужденно, но я буквально почувствовал разделение своего сознания на две части. Некоторые мои студенты говорили, что то же самое произошло и у них, после прослушивания материала, который я им давал. Первая часть, прежняя часть меня очень много говорила, любила спорить и отстаивать свое мнение. А вторая как будто просто смотрела на первую и была нейтральным судьей. Она смотрела на того, кто говорит и думала, «Это не твоя идея, и ты даже в нее не веришь. На самом деле ты не понимаешь, о чем говоришь? Это неправда». И я подумал, как интересно. Сейчас такое происходит 95% времени. Но тогда я не понимал, что с этим делать. Я думал, «Так, это странно. Сомневаюсь, что это что-то хорошее». Это не было похоже на голоса в голове или что-то подобное. Было не так. Люди все-таки сложно составные существа. В общем, я столкнулся с такой головоломкой, думая, какая же из этих частей все-таки я. Та, которая слушает и говорит, «Нет, это чушь, ложь. Ты говоришь это лишь, чтобы впечатлить аудиторию, выиграть спор. Это часть или та, которая произносит то, что я привык произносить?» Я не знал, но решил прислушаться к критику. И в результате научился, думаю, все же научился, не говорить того, что меня ослабляет. Конечно, мне все равно приходится отслеживать, но каждый раз я чувствую, говорю ли я то, что меня выравнивает или то, что меня ломает. Думаю, это выравнивание подходящий термин, потому что если ваши слова настолько правдивы, насколько только вы способны выразить, то они зарождаются как бы из вашего нутра. Мы не знаем, откуда приходят мысли, мы не знаем, в каких глубинах сознания они зарождаются, не знаем, какие физиологические процессы должны произойти, чтобы мы начали говорить от самого сердца. Мы не понимаем и не можем озвучить этого, но я уверен, что это можно почувствовать. Кое-что об этом я узнал от Карла Роджерса, потрясающего психолога. Он говорил, что психическое здоровье заключается в согласованности души и тела, когда они выровнены относительно друг друга. Касаемо выравнивания, в психоаналитике вообще существует очень много рассуждений, но сейчас не об этом. В общем, я решил, что перестану говорить вещи, которые меня ослабляют, и в итоге мне пришлось перестать говорить почти все, что я привык говорить. Процентов 95. Это был такой отрезвляющий шок, проснуться и осознать, что ты почти мертвое дерево. Шок. Можно подумать, а стоит ли оно того, если 95% меня кажется попросту шелухой, а от меня останется лишь 5%. Если эти 5% будут надежны и искренни, то это будет именно то, что вам нужно. Начните быть собой настоящим, а для этого откажитесь от обмана и лжи. Пусть ваши слова будут правдивы настолько, насколько это возможно, и возьмите на себя ответственность за свою жизнь, а возможно и жизни других людей. Да, в этом есть и смысл, и ответственность, и благородство, но это также способствует смягчению страданий, убирает нигилизм и не позволяет заключить себя в положении жертвы. Вам нужно на пристанище, которое убережет вас от собственной уязвимости. Мой самый главный мотив, как клинического психолога, помогать людям проживать продуктивную, наполненную смыслом жизнь, в гармонии со своими близкими и окружающими. В этом моя цель. Чтобы понять, выходит у меня или нет, можете для начала посмотреть мои лекции и решить самостоятельно. Но под моими видео люди оставили, думаю, более 250 тысяч комментариев со словами, как они им помогают. Это говорят люди. Я смотрю лекции, да, стараюсь формировать видение своего будущего, стать более ответственным, и мне это очень помогает. Я постоянно слышу это на своих публичных лекциях, в которых нет никакой политики. Но, когда мы пытаемся достичь успеха, мы повышаем планку, завышаем свои амбиции. Какова ваша финальная цель? Это все. Все, чего я хочу, это помочь максимальному количеству людей стать смелее, честнее и начать стремиться к достижению личной, семейной и социальной гармонии. Если ты раз за разом терпишь поражение, то, возможно, у тебя какое-то ошибочное представление о мире, потому что у тебя есть выбор. если ты постоянно чем-то жертвуешь, но ничего не происходит, то значит что-то не так со структурой реальности, либо что-то не так с твоим подходом. Рассмотрим первый вариант. Что-то не так со структурой реальности. Ты серьезно готов выйти и заявить, я знаю достаточно, чтобы судить о структуре бытия. Второй вариант тоже весьма пугает, ведь получается, что ошибаешься ты. Ошибаешься, поскольку очень глубоко заблуждаешься, а значит, тебе необходимо претерпеть очень основательную трансформацию, возможно, даже относительно вещей, которые тебе близки и приятны, поскольку вся концепция твоего восприятия искажена и неверна, а это ужасно пугает. Но если человек назначает себя судьей всего бытия как такового, я пишу об этом в своей книге «12 правил жизни». Когда человек начинает осуждать мир, то это не что иное, как дьявольское высокомерие, потому что человек дает себе моральное право осуждать структуру самой жизни. Опасайтесь таких мыслей, потому что именно так рассуждали убийцы из школы Колумбайн. Поздравляю, вы досмотрели это видео до конца, потому что большинство начинает и не заканчивает. Большинство не проходит путь до конца. Большинство людей говорят, что хотят чего-то, но ничего не делают, чтобы это получить. Но это не про вас. Вы особенные. Вы верите в себя. Вы досмотрели до конца, и я люблю вас. В комментариях оставляйте хэштег «Верь». И в будущих видео, где-то на экране, я постараюсь разместить ваш комментарий, потому что вы потрясающие. Продолжайте верить в себя. И до скорых встреч. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу.